Я общаюсь, я понимаю, что если там все такие люди, то это мое место. И мне обязательно там нужно тоже оставить лепту, как говорится. Короче, люблю я, я очень хочу в Украине что-то открыть, вообще работать в Украине. Ура, 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 да, поэтому посмотрим, в ближайшее время, может быть, переедем, не знаю, ближе к лету, будем делать там еще караоке, какой-то бар и будем там еще развиваться. Я очень хотел бы, чтобы все, что я сегодня делаю, переросло во франшизу. Ну, если вы понимаете о чем я. Всегда рады в Киеве, да, поэтому, да, у нас в Калуге, я понял тебя, хорошо, супер. Добрый вечер, как у вас погода? Снег идет, погода потрясающая, сказочная погода. Я за 36 лет столько снега в таком количестве, в таком объеме не видел никогда. Готовься, учи язык. Дякую, дякую. Давай в эфир, сегодня ты хорошо выглядишь. Класс, очень ждем. Хорошие планы, да. Я люблю Украину, не знаю, я не знаю, почему вообще все так происходит, как происходит. Нет, я примерно понимаю, но я люблю Украину, люблю вообще людей, живущих на территории Украины. Это правда. Это мои братья, мои сестры. И очень грустно, что мы не можем видеться чаще. Но я надеюсь, что когда-нибудь все это закончится, и мы сможем обняться. Пока нам остается только ждать. Почему решил открыть караоке именно в Сочи? В Сочи я не открывал караоке. Караоке открыты на Красной Поляне. Будут звать москалем. Меня будут звать москалем? Да я из Таджикистана. Чего это я москалем-то? Я жил в Новороссийске. Чего это я москаль-то? Соль? Что за соль? Ты где сейчас? Чей Крым? Наш Крым. Наш, ребята, наш. Наш. Нам принадлежит. Людям. Народу принадлежит. Народу, живущему на территории России. Народу, живущему на территории Украины. Нам, людям принадлежит Крым. Любой человек, живущий на этой голубой планете, может приехать и пользоваться Крымом. В хорошем смысле этого слова. Ходить своими ножками по территории Крыма. Мочить свои ноги. Понимаете? Поэтому нам всем принадлежит. Так же, как и недры. Так же, как и все богатства. Все принадлежит народу. А мы народ что? Правильно, едины. Крым Украины, понял. Ну, я не знаю, это попросительный знак или утвердительный? Поставьте знак. Крым. Кому принадлежит Крым? Мой Крым. Я не хотел вам признаваться в этом. Я считал, что... Я с Украины добро пожаловать всем на Украину. Красавчик. Тебе этот вопрос задавать фамилии сразу. Чей Крым? Тебе этот вопрос задавать фамилии сразу. Они не любят русских. Он не любит русских. Я не люблю русских. А их пишут, пишут, не видишь. Вижу. Ты для меня ассоциируешься с Андреем Мироновым. По стилю особенно, что можешь сказать об этом. Но очень многие, кстати, пишут о том, что я похож на Миронова. Очень многие пишут о том, что я похож на Абдулова в молодости. Очень многие пишут, что я похож на... Еще там на много-много кого. Но никто почему-то не пишет, что я похож на своего отца и на свою мать. И поверьте мне, на них я похож больше, чем на всех мной перечисленных вышель господ. Женька, куда лучше поехать отдыхать с ребенком? В Сочи или Крым? Ну, я не знаю, зимой что делать на территории Крыма. Я не знаю, в Сочи, наверное. В Сочи тепло. Я не знаю, как сейчас там. На кого похожа дочь? На Сашу. Копия вообще один в один. Вот две капли воды. Моего вообще ничего. Мои только брови и ресницы. Все. Все остальное все, Саша. Женька, ты похож сам на себя. Интересно. Что-то новенькое. Жень, почему мужчины не отпускают, не пускают? Если очень странно, многие недоговаривают, пропадают, потом появляются. Значит, вы не героиня его романа, если мужчина пропадает в вашей жизни. Мы в Сочи больше нравятся. Мы не видели твоих... Мы не видели твоих родителей. Твой родителей, да, мы не видели. Так же, наверное, как мы не видели и букварь, да? Привет. Сахар? Что сахар? Соль? Что? Про что вы пишете? Да, спасибо огромное, Мойса. 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 Мойша. Мойша, Марина. Мойса. Чтоб дочь у характера в тебя была, а не в Сашу. Куртка очень тебе идет. Твоих я быстро писал, но хорошо. Крым, Крым, украинский флаг. Ребят, мы здесь можем хоть усраться, понимаете, в этих спорах, кому принадлежит Крым, присылать смайлики украинского флага, кричать, бить себя в грудь, что-то кому-то доказывать. Но от этого ничего не поменяется. Это первое. А второе, факт остается фактом. На данный момент Крым является территорией Российской Федерации. И мы можем здесь хоть усраться в эфире, ругаться, спорить, ссориться, но это ни к чему не приведет. Поэтому давайте лучше будем общаться в эфире, признаваться друг другу в любви и радоваться жизни. С такой стрижкой тебе идет все. Привет, Жень. Привет. День. Я была в Сочи, в Демноморске. Мне были в городе Демноморска. Ну, в Демноморске там чуть подряд. Это же Геленджик, Демноморск. Дам, дам, автограф. Правильно, Жень, говоришь. Я не знаю, кстати, что за разговор у Саши, что у меня свадьба какая-то в Сочи. Не понимаю я, о чем он говорит. Вообще, люди пишут. Я на работе. Вот за эти слова тебя не пустят на Украину. Разберемся, разберемся. Винни-Пух, свинья или кабан. Мои дедушка и бабушка живут всю жизнь в Крыму. И очень счастливы, что Крым теперь в России. На Путина молятся. Ну, я не знаю. На Путина молятся. Молдавская фамилия Мойса, да? О, невиномыск привет огромный. Женька, как считаешь, есть ли шанс вернуть деньги за автобу после покупки через два дня выявили дефект движка? Смотря какой у вас договор был. Как правило, нет, у вас ничего не получится. Там же одни мошенники сидят. Жень, сезон закончится, клиентов поубавится в коробке. Думаешь? Конечно, думаю. Конечно, думаю об этом. Поэтому мы сегодня, не сегодня, а уже как месяц назад разработали этот, а я его называю, антикризисный план. Мы стали приглашать огромное количество местных жителей, которые живут здесь круглогодично. Чтобы в отсутствии приезжих приходили люди, живущие здесь. Да, мы это уже продумали давным-давно. Вышел на охоту. Ой. Омск, привет большой. Пипец. Последние деньги отправила на первую машину, для себя это кинули. Ну, бывает такое. Жень, какой у тебя самый-самый сумасшедший поступок ради девушки? Не вспомню даже. Значит, не было ничего. Значит, я не делал никаких сумасшедших поступков. Раз я его не вспомнил. Я думаю, что если бы ты что-то сделал, я если бы что-то сделал, а я уже с собой, видите, на «ты», то я бы запомнил это. Ну что, бабоньки? А вот и подошел. Музыкант от бога. Музыкант от бога называется. Да что вы хотели? Мую дивизию. Класс! 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 Опа! Класс! Опа! Зависло всё! А, вон! Сломался! Опа! 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 Ехали цыгане... Пели они песню... Да-да-да. Я не умею играть на гитаре... К сожалению. Вы представляете, если бы я еще и на гитаре умел играть? Боже мой, ну это просто богом поцелованный человек я был бы. Добрый вечер. Мои занятия по игре на гитаре. Подошли к концу. Кто успел, тот и съел. Супер. Смотрите, живот пропал. Прикольно? Реально пропал? Я его не втягиваю. Нет живота. Вот что значит похудел. Сын мой мечтает о гитаре. Подари. Супер, супер. Он же ваш сын. Странно будет, если я буду вашему сыну дарить подарки. Нет, ничего не видите в этом невменяемого. У меня вот сын хочет стать стримером. И он говорит, пап, мне нужен компьютер профессиональный, клавиатура, наушники, ну и много чего. Подарите моему сыну. А я вашему гитару. Вот это классный будет обмен. Сколько стоит у тебя за пост, за рекламу? Да я не знаю ее. Классный ключ, что он. Только что был. Хорошо, что джинсы держатся на тебе. У меня ремень там. Женя, с твоим голосом ты обязан играть на гитаре. Женя, прекрасно выглядишь. Спасибо. Да, на гитаре, кстати, можно научиться играть. Но это легче, чем, допустим, на фортепиано. Евгеш, расскажи, насколько сложно открыть караоке на Красной Поляне. Сложно, сложно не только на Красной Поляне. Вообще, в целом, в любом месте. Если ты открываешь караоке, это сложно. Обычный причесок, мне кажется, старит. О, слава богу, видите, все-таки ей. А я все думал. У нас сегодня какой-то эфир, знаете, он похож на бочку с медом. Я думал, кто же придет этого, дегтя подкинет. Вот она, пришла. Прическа говно, старит она тебе. Жень, подари мне цветы. Наташ, цветы, это же мертвые растения. Зачем они тебе нужны? На лыжах сегодня не катался, завтра. Спокойной ночи, слава богу, доброй ночи, доброй ночи. И помню, что под кроватью кто-то есть. Женька, привет, хорошо и спасибо. Вам так здорово, безусловно, спасибо. Что ты с апартаментами? Что там с апартаментами? Что с апартаментами? С какими апартаментами? Я здесь и была. Да понятно, я уже думал, когда же ты скажешь свои два слова? Ладно, курим папиросу и пойду я уже. Хотя лежит зря, все детьми занимаюсь. Сегодня прям угол шоу. Еще должна прийти та, у которой молочница и гидрой. Она сидит, она просто ждала этого момента. Сейчас обязательно подтянется. Саша Валопопор, что цветы надо было вовремя дарить. Они поехали на свидание. Ух ты, интересно. А что мы там делать будем на свидание? Отель, апартамент. Что апартаменты, отель? Я не понимаю вашего вопроса. Что там с апартаментами? В каком смысле, что там с апартаментами? Что отель, апартамент? Сергей, я не понимаю твоего вопроса. Блин, зачем ты это сказал? Сейчас спать не смогу. Сможешь, сможешь, сможешь. Ты уснешь. Главное, ночью не вставай с кровати. Потому что за ногу и схватит. Да ладно, нормально все. Там спокойно он будет лежать и все. А, и руки под подушку не засовывай. Потому что он же может вот так через матрас коснуться твоей руки. А так, доброй ночи тебе. Погода нормальная. Мы поболтаем по душам. Спасибо огромное. Спасибо большое. Я в этом не нуждаюсь и нет необходимости мне с кем-то болтать. Жек, нервничаешь. Это типа соль, сахар. Жек, нервничаешь. Это типа соль, сахар. Я не понимаю, что ты пишешь, Ольга. Ты херню какую-то пишешь мне? Сейчас, подождите. Я вот ненавижу таких людей, которые начинают, вот я заблокировал все, которые начинают писать какую-то ерунду. Много куришь, Марина. Те женщины домогаются все время. Мне никто не домогается. Домогаются тех мужчин, которые позволяют домогаться. А я не позволяю. Поэтому мне никто не домогается. Жень, повеселел. Время больше появилось. В горах кайф. Да, Женька. Завтра очень хочу. Если поеду, то вы увидите. Скорее всего, фотографии. Под солями она... Под какими солями, я понять не могу. Опять какой-то соль, сахар. Вот я про это и говорю. Они приходят, начинают писать. Соль, сахар, перец. Что? Я не понимаю вот этого всего. Где бы хотел бы жить? Что случилось с вашим кафе? Каким кафе? Все работает. Женя, обе делают горловой. Что горловой? Кто делает? Зачем вообще вот это все читают? Привет, Женька из Солигорска очень. Спасибо огромное. Привет, Солигорска. Привет. Горловой любишь? Что горловой? Что я люблю горловой? Ты у мужа своего спроси. Люблю ли я горловой? Или давай мы напишем просто твоего мужу? Или твоему парню? Прямо так и напишем. Ваша женщина в моем эфире спрашивает у меня про минет. Нравится ли мне горловой минет. Вот. И пусть он ответит вам. Мне пусть ответит. А потом на следующем эфире ты зайдешь, еще раз задашь этот вопрос, и я тебе уже скажу ответ. Нравится или нет? Как тебе такая идея? Мой любит. Ну вот, Каринка. Прикрепить комментарий. Вот, ребят, смотрите. Карина 93 СКВ спрашивает у меня, люблю ли я горловой минет. Прошу, девочки, если вам не сложно, если не трудно, зайдите на страницу к этой девочке, если она ее уже не закрыла, хотя я думаю, что она ее уже закрыла. Если вы увидите фотографию, где она стоит с мужчиной, обязательно она его отметила. Зайдите к этому мужчине на страницу и задайте вопрос про горловой минет. Он действительно его любит? Все, открепляю. Открепляем. Полетело. Мы будем делать вот так, вот я думаю. А то пока ваши там на работе шоркаются, мужички, вы здесь, значит, у чужих спрашиваете, ну вот пускай вот вам получите сегодня по заднице, потаскухи, сраные. Ненавижу таких баб, у которых есть мужики. Мужья, парни, они другим парням пишут вот такие вот гадости. Конченые. Потаскухи я их называю. Ты немножко похудел, да, немного похудел. Видите, девочка пропала, она даже нам перестала писать. Знаете почему? Потому что вышла из эфира и закрыла свою страницу. Женя, не злая, а по сути, говорит, красава. Кто похудел? Кто? Я похудел в эфире, мне говорят, что я похудел. Женка, а может у него парни... Да какая мне разница, слушайте? Мне какая разница? Я еще на сегодняшний день женатый мужчина. Я еще не развелся ни с кем. Понимаете? Нельзя такие вещи спрашивать. У меня даже вот здесь во внутреннем кармане... А, уже не лежит, лежало. Кольцо лежало, уже не лежит. Ты как отец, правильно? Девочки молодые, дурные. А, я выложил. А, Русь, сегодня в эфире, дурка какая-то. Женька, не злись, я пошутила. Это ты мужу своему будешь говорить, что ты пошутила. Мне-то какая разница, правду ты пишешь или шутишь, мне-то по барабану. Мужу своим будешь объясняться. Дорогой, это была шутка. Это просто я так решила поддержать. Ты же знаешь, я у тебя юморная девчонка, мне вот так прикольно. Ха, чужому мужику про меня нет написать. Ха, ты же знаешь, я такая у тебя. Тац! 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 Но я буду, а вот если это произойдет, я буду осуждать твоего мужчину, потому что домашнее насилие я против. Я против того, что мужчина причиняет боль физическую и вообще воздействует физически на женщину. Я считаю, что это делают только слабые мужчины, не это мужчины. Поэтому вашу семейку, тебя и твоего уже все на костер можно бросать. На как херам собачьим. Жень, ты при Саше раскинаешься? Кариночка, да, 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 при Саше раскинаешься. У нее страница закрыта. Да понятно, что закрыта, Марина. А она ее сразу закрыла. Сопли, что сопли не глотай, она написала. А, хорошо. Обожаю жульен с курицей, обожаю просто. Потрясающее ощущение. Как по маслу вниз упало. Костян, иди сюда, я тебе сейчас невеста найду. Иди, ну подойди. Ну иди сюда, ну ты какой лопатой, блин? Ну такой шанс. Ну раз в году стрелять палкой. Кость. Сейчас бы нашел себе этот мадемуазель. Кость, ну давай найдем тебе фрау. Есть фрау, которая готова приехать с Константином, с моим жить? Кость, иди фрау найдем тебе. Кость, ля ты крыса, Кость. Ну вот так вот сорвался мужчинка. Понимаете? Сорвался. Фу, Женя, да я понял, Кристин. Фу, фу, да, 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 да. Какой кошмар. Реально, да, вот вы сейчас, вот то, что я втянул то, что у меня в носу и проглотил, вы считаете это фу? Я считаю, что это потрясающая вообще история. Женька, давай дружить. Каринка, конечно, после твоих предложений, после твоих предложений, я за дружбу, я за дружбу, конечно. Костя убежал, блин, убежал, но он придет. Да я не потерял его, я вспомнил, я его убрал просто из кармана. Сколько стоит стрижка ваша в Сочи 70 лет? 4 300. Я шучу, да нет, там 800 рублей или 700. 800. 800 рублей. Семенова, Семенова. А, не могу вам. Здравствуй, Женька. Здравствуй, Серик. Здравствуй, дорогой. Привет из Крыма. Привет, Крыма. Ему нафиг такие не нужны. Он уже понял, какие-то все. Привет, Наста Мама, кстати. Жульен, Жульен. Фу, ну я же тоже так делал. Фу, ну я тоже, тоже так делал. Ну вот, афукаешь сидишь. Кофта кладешь. Это не кофта, это куртка. Это не кофта. Куртка, куртка. Куртка. Подальше от греха убежал. Привет, Украина. Каждый день по 7 раз здороваешься во время эфира. Помню, как ты сидел в машине возле дома и думал о смысле жизни. Ты умничка. На, думал, уже сколько шлюх разомочено. Так, попрошу не оскорблять моих здесь присутствующих дам. Вечер удался. В Питер? Да пока не собираюсь. Митрополит вырастет хорошим. Потому что мама хорошая. Митрополит. Каринка, уже про Костю спрашиваю. Жень, мэн, сейчас заклюют, спасаем. Оставьте Каринку в покое всего. Оставьте. Каринка, не переживай. Мы тебя пристроим с твоим горловым пением. Мы тебя пристроим обязательно. Будешь играть на этом. На дудуке. Сейчас я Костю подтяну. Нет, я вещи вообще не покупаю. Нет, я не шмоточник. Я не шмоточник. Все нормально. Жень, скажи, какой твой любимый фильм? Посоветую, чтобы посмотреть. Слушайте, не знаю, честно говоря. Но вот если говорить о комедии, я всегда говорил и буду говорить. Это притворись моей женой. Дженнифер Энистон. Адам Сэндлер играет. А сериал это «Друзья». Это для меня номер один. Я просто Дженнифер Энистон люблю. Вообще все фильмы. Адам Сэндлер мне очень нравится. Как вот актер именно в плане комедии. Красавчик. Стрижка, идиотики. Да тут нет стрижки. Просто причащай. Жень, какой средний человек в кафе? Тебе 1200 где-то так. 1300. Из Белгорода привет. Говорят, ты богат. Шикарно выглядишь. Спасибо. Ты ведь сейчас как-то хорошо. Но глаза твои... Опять ты про глаза, про этот... Что вы, офтальмолог что ли? Что вы постоянно про эти глаза-то пишете? Жень, хорошую вечер тебе. Спасибо. На югах? Но пока здесь еще. Все, ладно. Всем хорошего вечера. Спасибо огромное, что вы были со мной. Мы сегодня так немножко посмеялись, поулыбались. Привет, я с Молдовы. Привет, Макс. Здорово. Один плюс один? Ну да, наверное. Всем... Хорошего вечера. Всем доброй ночи. Положиться спать. И помните, что самое главное в этой жизни это уметь делать горловой минет. Всем доброй ночи.